ну что будем тестить нашу шайтан машину мы ее приделали к столу под столом стоит ведерко вот если нужно будет допустим большой объем зерна переработать то можно будет сделать на бочке крышку деревянную с отверстием и переработать зерно но зерно мы до нового сезона перерабатывать не собираемся но может быть если будет только маленькие птички то им перемолоть в общем сейчас нам это не надо поэтому мы сделали ее на стол сейчас находится на веранде когда полностью будет наш комплекс электрифицирован поставим туда сейчас там нету розетки для именно этого аппарата но что мы его еще не тестировали не знаем как будет сейчас работать так что проверим уже вместе с вами и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Ведро надо ставить повыше, тогда ничего разлетаться не будет, но на средних оборотах, на таких, которые заявлено производителем в инструкции, получаются вот такие вот крупные довольно куски. В общем, настроили как стоять будет, осталось настроить теперь, чтобы нормально работало. Вообще, конструкция, конечно, производителем дико недоработана. Там вот стоит один нож, я так понимаю, он просто быстро режет, но на мелкие куски порубить у него не получается. То есть, либо надо сразу же в ведро закидывать, но смысл, нам, допустим, не нужен. Такой объем, целое ведро. Короче, пока непонятная приспособа. Это другой нож. И пока, не знаю. Мне пока совершенно не нравится. То есть, на блендере мы делаем намного мельче и, в принципе, с такой же производительностью. Для измельчения зерна вот есть такая приспособа. Есть сито, вот нож, он меньше стоит, чем для корнеплодов. И то есть, понятное дело, что зерно никуда деваться не будет. А корнеплоды, получается, они вот проскакивают, вот в эту дырку проскакивают. И сколько нож успеет, столько он измельчит. То есть, скажешь, совсем непонятно, то ли как-то надо самим думать и дорабатывать эту конструкцию. Не понимаю, но с этим ситом корнеплоды у нас есть идея, что забьется быстро вот в эти дырочки. То есть, не будет проходить. Вот сейчас мы это все доработаем обычным блендером. Вот за то же время блендер справился. Стая моя, стая, стая моя, стая. Вот Гера так со всеми играет. Вот Гера так. Новогодние праздники продолжаются, и у нас чвапчики в лаваше и просто жареные на угольках. Блин, почему хоть она такая светлая на камеру? Первая примерка столешницы. Но она очень-очень светлая. В жизни темнее. А, наверное, вспышку надо выключить точно. Вот, и всё равно она светлая. Итак, по поводу нашей шайтан-машины. Ой, как скользко. Сейчас спущусь. Вот, что хотела сказать по поводу нашего кормоизмельчителя Нева. В общем, такая хрень. Никому не советую покупать. Вот вообще. Так как это МФУ, многофункциональное устройство, три в одном, кормоизмельчитель, зернодробилка. В общем, не работает он как три в одном. Несколько дней мы пробовали, тестировали по-разному. Режимы, скорости, наклон. В общем, куски крупные, куски мелкие. Как итог, не измельчает эта фигня. Вчера Саша отвёз его назад, сдал в магазин. Приняли вообще без проблем. А говорит это о чём? А говорит это о том, что им не впервой, значит, принимать назад всё это дело. Так что не советую брать именно МФУ. Может быть, какие-то более дорогие модели-то и будут нормально мельчить. Но я что-то пока себе не хочу. Эту кормоизмельчитель, эту дробилку. Один раз вот обожглась. Я лучше пока поработаю блендером. Не такое у нас большое хозяйство. О, куры летают. Не такое большое хозяйство, чтобы покупать нам измельчитель. Зерно мы всё равно не дробим, если только для малышей. Но это можно сделать как при помощи блендера или при помощи кофемолки. В общем, пока я не готова, закрывайся, не готова на кормоизмельчитель. Зерно-дробилку тоже пока не рассматриваю. Слава Богу, вернули деньги. Никакого прецедента с продавцом не было. Хотя я уже составила на всякий случай претензию. Опыт имеется. Знаем, как всё это составлять. Вот у нас тут, пожалуйста, петух кормится с помойной кучей. Вот, составила все бумаги, но ничего не пришлось в магазин отдавать. Без разговоров. Просто посмотрели на внешний вид, на целостность и вернули деньги. Так что, недолго Люда радовалась, но уж лучше так, чем самим дорабатывать. Проще сделать самим, чем переделывать и дорабатывать. Так что, если мне нужен будет кормоизмельчитель, то я думаю, мы будем пробовать его сделать самостоятельно. Всем спасибо за просмотры. Увидимся с вами совсем скоро в новых видео. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok